Ну, чтобы сейчас изменить ситуацию, нужно две карты брать к ряду. К ряду. Ну, опять же, начало было идеальное. Получил третьего китера, закрепил магазин. Поставил экспонт. Так. Ну, крипджек был отвратительный. Точнее, его вообще не было. Угу. Просто если я не крипджек, а иду крипиться, например, игра очень пассивная, я тогда получаю третьего алхимика. А так получается, что я и не крипджекнул, и не прокрепил алхимика, и он еще выиграл сражение. В итоге третий шедохантер, и у меня второй алхимик. Нету второго хила, и без второго хила я не могу уже сражаться с орком. Да, с крипджеком оно такое. Либо успел, и все хорошо, либо не успел, потерял время, и все плохо. И думаешь, лучше бы я крипился сам. Голову пригни. Тяжело, короче, Фогичу. Тяжело. Ну, посмотрим. Правда, ну, по рассказам там все было шикарно у него. Шикарно, но проиграл. Разница по времени, видите, какая дикая. То есть, Фоги уже вовсю там в игре. Просто не хочется смотреть здесь от первого лица, потому что звуков с игры нет. И есть вот постоянное кликание. Как так получается? Ноль сначала выиграл, теперь проиграл. Нет, он проиграл 0-2 сначала. Упал в лозера, потом Фокус проиграл в финале. Упал туда же в лозера, и вот они играют снова. Ну, такая система. Она гораздо популярнее сейчас стала, чем стандартная круговая система в группах. Потому что матчи меньше. Там победителям не нужно лишний раз играть. Проигравшему тоже лишний раз не надо играть. То есть, по сути, у вас 4 человека в группе, но вы не каждый с каждым играете, а играете стандартную сетку Double Elimination в рамках этой группы. Я понимаю про систему, я про другое. Фоги выиграл 2-0, теперь проигрывает. Почему выиграл 2-0? Он проиграл 0-2. Увидел, тыкнул вроде даже на правильную елку. Идет ловить. На магазине. Такой же Крепрут, кстати, был у Фокуса в прошлый раз. Абсолютно такой же. Забирает второй. Гранд подставляется. Это минус Гранд. Хороший старт. Ай, возможно, козла успеет догнать. Давайте я в игру... Как там? Да, там есть еще мана на виндок. Но с удара не должен убивать. 85, учитывая армор. Он пытается его сейчас... Есть, хорошо. Давайте в игру зайдем. Должна уже была появиться она. Нет, не появилась. ВФЗ. Ну как так? Как так? Ладно, смотрим. Давайте Фогичи смотреть. Появляется код. Сейчас, наверное, дерево на базе будет выращиваться за застройкой. По крайней мере, Фоги так делал в прошлый раз. Можно было поблочить. Поактивнее, по крайней мере, развести на виндок. Который сейчас совсем арку не выгоден был. Пошла персоналка. Кипер хочет добрать себе второй. А как он пришел? А, там барак не закрылся полностью. Минус пара виспов. Сразу же. А что за стройка такая кривая у нас? Или на этом респе, типа, так просто не застроится? Да вроде должен был. Сверху мунвал лишний. Справа внизу ставишь и все. Короче, виспы побежали. Что, ну, Аркадий пошел. Протекторы строить. Серьезно? Это улын. Сейчас тинкер возьмет кого-нибудь. Кажется, Блэйд мог увидеть. Я алхимик. Ну, такое бывает, когда... Минус три виспа уже на Блэдмастере. Ловить, 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 ловить! Ну! Так, 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 так. Окружить можно. Снизу подблочивает. Хорошо, фокус. Можно еще. Хорош! Довел, красава. Сыха умирает. Старт отличный. Сразу протектор может пятый ставить. Или магаз. Наверное, лучше магаз здесь пилить. Блэйд идет проверять. А зачем его прикапывать? Да, он понимает, что его застраивает. Милл делается снизу. Да. Все равно эта стратегия такая крайне рисковая. Выкапывает по четкому таймингу протекторы. Пошел атаковать, к сожалению. Бору очень хорошо отстреливается от Хантрес. Дамаг дикий. Баллиста. Комбинированную точку сбора ставит, чтобы баллисты не натыкались на красную. Вааа. Делается уже первая катапультом. Очевидно. Арчу подставил протектор. Работает. Чего не магазин, кстати? Ой, хорошо сейчас. Смотрите, два протектора бьют Бору. Без бетона. Это очень хороший урон. Минус Бору. Катапульта вышла, правда. Ай-яй-яй-яй-яй-яй. Она может не вернуться на базу. Ооо, это косяк. Это косяк, что он катапульту не завел внутрь. Ну, точку сбора не сделал правильную. Катапульта без прикрытия умирает. Вот это уже хороший шанс. Беспов сюда бы. Ага. Минус Шаман. Перетыкивает вышки. Катапульта нашим недоконтроливаем, она наверху. Сейчас вражеская выйдет. Но в целом урона мы уже очень много нанесли. ГГ. Есть. Хорош. Ну, ключевое было окружение Сахи. Это молодец, Фогич. И ошибка, что Ката вышла не туда. Все равно подрастерял виспов, которые добывали лес. На игре нормально. Гранта вначале убил. Так. Застройка была чисто ситуативная, потому что я видела, что он там блейдом не дает мне экспант поставить. Окей. И сейчас решающая третья. Не знаю, как я на этом пинге окружился до у хантера. Да, если бы застроился у себя на мэйне правильно, пошел бы в экспант и была бы стандартная игра, которая не факт, что привела бы к победе. Атак зачистил. Атак зачистил. Пазу три его застроил с проходом. Да, да. Ну что, третий решающий. Фокус против Фоги на карте Острова Эхо. Он сейчас выбирал места, очень странно просто на алтаре. Одно, второе, третье, и поставил в четвертом вообще. Странно. Инженера, привет. Нейрохотеп. Потому что твич запрещает. Монополист. Это же старая история. Раньше стримил. Но боится потерять партнерку, как и многие другие. Кстати, если есть кто-то с фасом работающий, пишите. Либо опыт, либо юристы. Может, пора уже. Опасный криппинг затеял Фогич. Посмотрим, что из этого получится. И в этот раз, как вы видите, он вообще не будет застраивать мейн. У него стоит и мунвелл. Странно. Ну, либо он будет застраивать вот слева полностью. Но барак не будет участвовать. То есть, наглухо ты закрываешься. БСП спрашивает. Интервью с Фокусом будет? А это на каком было, кстати, мероприятии? На каком году на ВЦГ это было? Ты же ездил, конечно, на ВЦГ только один раз, да, БСП? А, нет. Ты же не ездил вообще. Это я просто озвучил. Там же интервью был совсем другой. Это было, кажется, в... В девятом году, мне кажется. Десятый, аликс, то говорит, в Китае. В Китае было три или четыре ВЦГ. Я на ВЦГ не ездил. О-о-о-о! Было Played in China. Мне кажется, девятый тогда получается. Ну, или десятый, да. Потому что, кажется, и в девятом, и в десятом, и в одиннадцатом ВЦГ был в Китае. Козел побежал. Есть ли у Фоги вообще информация, бежит ли сюда Блэйд или нет? Выманил, вроде как, хорошо. Пион трется рядышком. Добивает. Артефакт берет неплохой. Да, застройка, видите, какая? Хантерс Холлуман перекрывается наглухо. Но с такой... С такой застройкой лучше не жать два раза на телепорт. Потому что козел, вроде как, попадет и не выберется. 2013, говорит Аспиранто. А, то есть это был, типа, последний... А, да, он же еще на этом интервью говорил про Старкрафт второй. Что, типа, это last VCG, last and last. Последний, да. Типа, не будет больше турнира. Говорил Фокус. Что там Старкрафт переключается, и ждите Фокуса. Огромный орк, там, р-р-р. Все дела. Да, это был последний ВЦГ. Ах, уже выбил Блэйд. Как же, и минус Арча. Ой. Да, наказалось. Но это Блэйд, Блэйд молодец, что он ее начал атаковать именно сверху. Тем самым заблочив проход. Есть плюс, что до Кипера не добраться быстро, пока ты добежишь. Он уже закончит. Все, память уже не так, говорит БСП. Слушай, я никогда не отличался хорошей памятью. Странно, что решил... Не решил добивать Барак. Это прям очень-очень странно. Вполне реально было сейчас добить его. Ради чего, интересно, сейчас Фокус отступил. Как же имена Димон Хантера, разве ты их не помнишь? Нет. Что? Это же... Это же совсем не нужная инфа. Но зато внешне пока норм. Ты видел, как Day9 сейчас в 34 выглядит? Я тебе телегу скину. Сейчас я открываю телегу, и там усатый БСП улыбается. Такой тролляка. Ах, 34, да, в телегу. Да, раздобрел. Там будет ссылка на Never Game View Up. Да, да, Recruited. Успевает добить... Еще проатаковать. Вы видите, как пион... Как фокус... Козлит. Мешает постоянно. Очень на аршебе Магаз. Сыха готовится выходить. Вот Аболиш можно сделать энтов, повырубать. Раз, Аболиш один. Первого не стал тратить, не знаю почему, потому что, видимо, урон какой-то нанес и не сразу принял решение о том, что нужно диспелить. А вот сейчас можно Магаз потерять на этих двух энтах. Панда вторым героем. Да ладно! У-у-у-у! Без экспанда будет играть. У-у-у-у! Ай, плейд в это время, оказывается, гад. Ждал, выжидал, когда, наконец, будет лорница поставлена. В одном и том же месте. Да что ж такое ты делаешь, ну, ё-моё! Сейчас блейд будет искать эти лорницы и опять убивать. Нашёл уже. Не надо было их в одном месте все делать, ну. Еле успел отменить. Ай-яй-яй-яй-яй! И это отменит, гад. Вот же, хорошее место было. На самом деле оно очень хреновое, потому что оттуда ряды не смогут выходить. Надо будет подумать, каким макаром их оттуда высвободить. Там всё в ёлках. Всё застроено наглухо. Панда без экспанда. Сильная страта. Панда и без экспанда. Сколько раз лорница была отменена уже? Леса не хватает. Энтов призывает на базе и всё. Да, может быть пару раз, но это выход. Ох, что... О, нет! Испания спасла. Не факт, что справа там дерево не помешает. Столько ресурсов было потрачено на этой отмене постоянной. Леса и так не хватает. Козёл в загоне. Ну хорошо, хоть Фоги при этом при всём он ещё параллельно что-то делает. То есть он... Он пандой, по крайней мере, до 2,5 докрепился. Понимаете? Не бегайте за ним, да хватит! Там всё равно ничего... Не выйдет она там. Я уже вижу, что козочка не справится. Панда крепится. Да, Фоги тоже это видит. И опять не выйдет! Ну вот не ту ёлку там где висп... Не-е-е-е-ет! В такие моменты ты понимаешь действительно, что человек играет зачастую против себя самого. То есть... Сам застроился. Сам лорницы не совсем грамотно от разводов поставил. Сам не так вызвал энтов. Всё сам. Всё сам, понимаете? Капец. Там уже такая гопша. Это он настроил. Ну да. 36 лимита. Там почти полтенник уже. С заключением уже есть, зать! Минус 3 кота просто. У меня вообще ничего нет. Ну а зачем ты сражался-то? И главная встреча такая, знаете, она не должна быть вообще сюрпризом для эльфа. То есть эльф, который... Которому 6 раз отменяли лорницы, и он успел сделать одну дриаду, должен что-то подозревать. Блин, нет, ну это вообще нестабильная игра, капец. Причём у него есть телепорт, и он сам полез в атаку. То есть, ну, сидеть, бояться. Сидеть, бояться зелёные точки собирать. Крипеть. Народ. То есть, ну, неправильно ситуацию оценил. И пошёл в агрессию, когда должен был сидеть тише воды, ниже травы. Ну и когда пришёл в агрессию, не это самое, начал ещё сражаться. Чё удивляться, не пойму. Фокус уже подходит, увы. Да нет смысла здесь сражаться. Фогич, Фогич, не надо. Блин. Кажется, уже слишком поздно. Да, сетка-сетка, дырят, повязали. Сх4, забейте. Фокус, конечно, сделал всё возможное для того, чтобы навязать свою игру. И навязал. Фоги растерялся. Лорницей вовремя не поставил. Потерял нить повествование игрового. Сейчас два героя стелепортируются в живых. Отлично. Идрятка, которая новая подошла к ГГ. Пишем, выходим. Ну что, какие комментарии? Будут. Ладно, друзья. Я с вами прощаюсь. Вечерком будет трансляция, продолжение, скорее всего, героев. Ну, зависит, конечно, от Сокола. Но герои там мутные, просто начались дикие. Сейчас пауза на два, может быть, три часика. Думаю, что сегодня я приду пораньше. Ну, то есть, не в девять часов. О, сейчас аналитика будет. Давайте послушаем. А пузить не получается? Что пузить? Героев? Да там еще багнутая версия Арктонс. Мне не дали героя второго, основного Тарха. Ни в прошлой, ни в текущей миссии. Поэтому у меня только одна дама. Нелепопытно, что Фогич расскажет по игре. Ну, ключевой это отмина лорниц. Это, по сути, основное. Второе это то, что зря вышел сражаться на Marketplace. Он для себя фиксирует тайминги. Ну, я, в общем, ожидаю, что он пойдет, это, Блэйдом чекать застройку. Потому что в прошлой игре он проиграл застройки, поэтому я был уверен, что он Блэйдом будет здесь проверять, либо здесь. Но он, короче, и крепится, и сейчас еще побежит ко мне просто на мейн. Хотя ну, он же не знает, что у меня тут две лорницы будут строиться. Поэтому логики нет бежать ко мне на мейн. Разве что, ну, смотреть, ну, играю ли я в лорнице. Ну, и дрят, соответственно. Да. Ну, базу он не видит, стало быть. Я вообще, я думаю, что это, что он все-таки будет вот здесь разведывать. Ясно. Даже еще лесопилку устроят. Тем более, что я здесь достаточно агрессивно его пушу. Это да. Магазин, магазин ему убиваю. Так. С другой стороны, видимо, он решил, что даже несмотря на то, что я здесь застрою, он успеет отбиться кота пультами. Вармил. Да. И что он, типа, и так отобьется, поэтому надо пойти чекнуть, что у меня тут. Угу. Да, скорее всего, так и было. Ну, вот это ми-минус такого криппинга, потому что, если забираешь в эту точку, то у тебя барак не на базе, соответственно, даже если бы я не делал глухую застройку, места бы не было на лорнице. А может и было. Если бы я здесь там можно два места дыграть. Минжалдарь поставил и колодец. Ну, этот резп, согласен, не очень удобный в плане... лорнице. В плане отгораживания. Не болей. Ну, давай дальше, мотаем. Ну, хорош. Ну, дальше все понятно. Все, друзья, я побежал. Спасибо, что смотрели. Увидимся с вами через пару-тройку часов. Ориентировочно на героях. Ну, посмотрим, как будет. Как там сокол, как все остальное. Может, вообще варик поиграем сегодня. Спасибо. Фогим молодец, но не хватило. Пока-пока-пока. Так он отменяет мне лорнице, и что? Мне остается где-то и встать в другом месте. Так. Ближайшая локация тут, либо тут. Это уже зависит, где у меня виспы есть в наличии. Ну, одну точно можно было внутри заказать, потом здесь пеньков вызвать. Это я тупанул, что сразу этого не сделал. Так. Ну, мы игру не видим только. Но главный комментарий. Мы эту игру помним. Ну, вообще, да. Если отыграть в лорнице, надо вот колодец вот этот тут ставить и алтарь, чтобы две лорницы внутри помещались, если такую глухую застройку делать, по-другому никак. Ну и все. Он чекнул лорницу, заказал бестиарий для райдеров. Единственное преимущество моей эстраты, то, что я панду креплю к третьему. Угу. Так. Я хочу услышать. Он скажет, что зря пошел выходить на маркетплейсе, когда встретился с ним? Вот. Ну... Панду надо вот сейчас вот реализовывать. Пока у него еще нет третьего шедоу хантера, потому что второй хилл, собственно, контрит панду. Это правда. Не ливнул. Ладно, все. Теперь уже точно все. Бухая б...